приветствую вас мои дорогие зрители и подписчики моего канала сегодня 15 октября и я на тихой охоте буду испытывать удачу сегодня сейчас 7 часов утра такая вот тишина я направляюсь вон в тот лес так вот что это торчит здесь интересная маховичок вот еще с такой красноватой ножкой он должен синеть у нас стоит замечательная погода очень тихо тепло в нашей стране 3 государственных выходных сегодня 2 вот я думал в лесу совсем ничего не будет уже ну видите маслятки лезут еще хотя уже от собирал тут слегка вот сразу по 3 штучки молоденькие а вот какой красавица душа радуется так грустно думать о том что зима неизбежна и он красавицу уже блестит хороший и вот ну зимой тоже можно выходить в лес наслаждаться природой вот даже собирать зимние опята я правда никогда не собирал эти грибы но вот вчера смотрел в интернете информацию о них довольно неплохие грибы которые даже продаются в супермаркете вы их можете увидеть в маринованном виде зомтики сейчас просто отличное время года для того чтобы собирать грибы они не поражены червями все чистенькие грибы на зиму я уже как-то говорил предпочитаю замораживать отварить и заморозить но мой батя нашел способ как можно пожарить маринованные грибы он открывает баночку маринованных грибов если ему хочется пожарить вымачивает их чтобы избавиться от уксуса ты спокойненько жарит вот и недавно ел получается вкусно возьмите на заметку что я вам все время говорю о непривлекательных местах мы видим зеленые сосенки стоят конечно люди любят там ходить я вот стараюсь не обминать такие вот обгоревшие участки леса вот например смотрите какие прекрасные маслята большие вот три он там уже кого-то серегу зовут вот заревшие такие сосны три сосны тут маслятки уже большие что говорит о том что люди сюда не заходят хотя поверьте мне в этом лесу ежедневно не один десяток людей ходят может быть даже и не одна сотня со всей области люди едут именно сюда и вот пожалуйста рядышком еще три масленка семейство отличных прекрасных и даже вон еще один и два вот у сгоревших сосенок даже вот посмотрите сгоревшие ветки лежат отодвигаем убираем траву здесь вот такой клад из маслят вот это вот польский польский гриб синеет при нажатии на губку вот как как вот этот под сосной растет и так друзья как я уже сказал 15 октября сейчас вот пошла волна именно вот этих польских грибов некоторые их называют каштановый каштановый гриб некоторые польский белый и начали расти зеленушки вот эти вот грибочки или рядовка зеленая я как-то в прошлых видеороликах уже показывал этот гриб гриб такой же спорный как и свинушка ну кто привык собирать тут все равно будет их собирать спорный в плане съедобности вчера читал об этом грибочки в интернете на разных ресурсах некоторые утверждают о стопроцентной съедобности ученый мир уже признал их условно съедобными грибами их зеленый цвет дают определенные элементы которые содержатся в этом грибе эти элементы являются ядовитыми вызывают несворачиваемость крови почечную недостаточность вот симптомами отравления являются слабость в мышцах и даже темный цвет мочи вот ну и я сам лично готовлю эти грибы они довольно вкусные ароматные но собираю я их уже когда заморозки прибивают остальные грибы одни из самых поздних это вот эти рядовки зеленые рядовки серые в прошлом году мы их собирали аж до середины декабря вот и уже как бы в замороженном таком виде мы их срезали вот и готовили очень вкусно какое примечание к условной съедобности зеленушек это количество съеденного вообще грибы не рекомендуют есть больше 100 грамм в день так как ихняя клетчатка очень тяжело переваривается но вот эту вот дозу превышать не рекомендуется при употреблении рядовки зеленой так тихо и хорошо походил минут 40 насобирал уже ведро будут маслята польские грибочки вот последним нашел такой вот большой маслёнок ножку пришлось ему срезать она уже была темной сейчас хочу зайти проверить лиственный лес хочется же найти беленьких и красненьких так тут вот одиночные сосны и вот наша радость люди кричу вот один вот еще какой крепкий вот такой вот красавец вот еще маленький растет рядышком такой и вот какой-то бугорочек тоже растет беленький масленочек еще два беленьких а вот еще сразу не увидишь царя царя сразу и не увидишь как он сливается посмотрите отличный гриб я их сюда пока все складываю я тут кстати говоря посмотрим под ветками кстати говоря вижу здесь еще бугорочки разные и даже вон еще вижу белые вот такой вот смотрите тоже красавец вот это все вот на одном пяточке такая красота вот он под носом у меня здесь был а я представляете не увидел сыроежки 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 тут вот сыроежки а вот под дубком какой растет красавчик 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 статный такой хорошее местечко один-два-три-четыре-пять-шесть-семь-восемь-девять-десять-одиннадцать штук вот этот вот вообще самый знатный и традиционно я хочу зайти на свое бонусное болотце так и вот кто тут мне итак друзья мои я на своем болоте меня тут окружили люди вы сами слышите как они кричат вот ну тем не менее болото меня радует смотрите какой экземпляр даже два даже три гляньте какие крутые один вот уже совсем постарел четвертый сейчас будем смотреть один два вот такой уже не молодой но интересный а вот этот вот уже все пусть остается он хорошо прятался и награда ему стала естественная смерть продолжаем искать были большие экземпляры уже такие скажем переростки я больше люблю вот таких малышей вот вижу с одной стороны краснеет вот такой вот малыш так вот смотрите пошел туда не заметил а иду обратно вижу вот такой подосинович вот такой подосинович так стоял стоял смотрел 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 и увидел вот какой крепость вот какой крепость 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 нет ли тут больше в траве нужно смотреть внимательно на моем подосиновичном болоте я впервые вижу подберезовик вот и он тут не один а с братиком вот и с сестричкой интересно вот прям возле тропинки прямо возле тропинки так а вот как интересно прямо среди серых сухих камышей вот такая яркая шляпа и такая толстоногая вот это вот хороший грибочек какие то не известные мне грибы а вот молоденький подосиновичек чуть не оставил вот такую красоту здесь вот вот в этот раз подосиновичков немного но они станут прекрасным украшением моей грибной корзины даже в столь малом количестве ну вот через пару метров увидел еще подосиновичек тяжело достать из камышей тут так крепко сидит вот я думаю на сегодня грибов достаточно можно уже направляться в сторону дома и вот и вот 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Друзья мои, вот и подошла к концу наша лесная прогулка Хочу напомнить вам о том, что вы можете бесплатно подписаться на мой канал Поставить лайк этому ролику, если он вам понравился Вот, хочу показать вам результат Всем пока, до новых встреч!